Привет, друзья! Эту прекрасную блондинку знали на всей территории Советского Союза. Миледи из французских трех мушкетеров, Элен из трилогии о Фантомасе, она была отечественному зрителю куда ближе и роднее, чем Брежит Бордо, главный на тот момент секс-символ Франции. На половину украинка по происхождению, по натуре, гадкий утенок, превратившийся в прекрасного лебедя, Милен Диманжо взлетела к вершинам киноиндустрии, чтобы потом оставить их ради любимого человека. Семья матери Диманжо, Клавдии Трубниковой, русской по национальности, жила в городе Харьков. Дед Милен был инженером-железнодорожником. Когда в России произошла революция, бабушка и мать актрисы сначала отправились с белогвардейцами в дальневосточный регион, потом они побывали в Китае. А оттуда попали во французскую Ниццу, где Клавдия встретила будущего отца Милен, экономиста Альфреда Диманжо, итальянца по национальности. У них 29 сентября 1935 года родилась дочь. Семья будущей актрисы переехала жить к маме ее отца. Клотильда Диманжо была владелицей винного завода, поэтому в детстве Милен особо ни в чем не нуждалась. После того, как немцев выгнали из Франции, родители Диманжо с дочкой поселились в Париже, но когда заболела мать Альфреда, они снова жили в Ницце до самой смерти бабушки Милен. Затем глава семейства отправился работать в Париж, а через некоторое время во французскую столицу переехала и его семья. Девочка увлекалась музыкой. Она научилась играть на рояле и вместе с отцом посещала оперные спектакли. Также Милен занималась танцами и изучением иностранных языков. Кроме французского, она владеет английским и итальянским. 15-летние девушки сделали операцию. Врачи исправили ей косоглазие. Перед этим другие дети не хотели дружить с Милен из-за данного порока. Кроме того, юная леди выделялась плотным телосложением, из-за чего считала себя неполноценной. Кино в биографии Милен Диманжо играло важную роль с самого детства. Оно спасало девушку от одиночества и жизненных неурядиц. За день она могла побывать на трех-четырех сеансах в кинотеатре. Милен сопереживала героям фильмов, как будто бы сама была участницей этих экранных историй. 15-летняя Диманжо получила приглашение от знаменитого французского кутюрье Кристиана Диора стать его моделью. Позже она сотрудничала с Пьером Карденом. Горячие фото Милен могли бы появиться на страницах плейбоя, но в то время девушка сотрудничала в основном с французскими журналами мод. Однажды накануне Рождества Диманжо встретилась с журналистами издания французских коммунистов Лохомониты. Они готовили праздничный номер и хотели, чтобы на первой полосе была фотография Милен. Во время фотосессии фотограф попросил меня развести руки. Он сказал, что затем вмонтируют в снимок шар или елку. Девушка была очень удивлена, увидев на первой полосе газеты свое горячее фото. В руках она держала спутник с серпом и молотом. В молодости французская красавица часто выходила на театральную сцену в различных спектаклях, где попалась на глаза кинопродюсерам и режиссерам. В 1953 году она впервые появилась на большом экране в картине петербургского эмигранта Леонида Моги «Дети любви». Важные перемены в кинематографической биографии актрисы произошли в 1957 году, когда она сыграла Абигайль в «Салемских колдуньях», а позже стала призером Международного кинофестиваля в чехословацком городе Карловы Вары. В молодости кумиром Милен был актер Жерар Филипп, которого девушка считала идеальным мужчиной. Она решила, во что бы то ни стало, встретиться с ним. Вначале Диманжо нашла координаты его брата, а позже познакомилась с мамой французской кинозвезды. Когда у меня появилась возможность подружиться с Жераром, мой пыл поостыл. Я по характеру упрямая и настойчивая. Мне почти всегда удавалось добиваться желаемого, неважно сколько времени на это уходило. Первые серьезные перемены в личной жизни Милен Диманжо произошли в 1957 году, когда она вышла замуж за своего старого приятеля Анри Костя. Их брак был недолгим. Детей у Милен Диманжо от первого мужа нет. В молодости у актрисы было несколько мимолетных романов, о которых сейчас уже никто не вспоминает. Журналисты писали, что у нее была связь с Луидой Фюнессом. Мы проводили на съемках много времени вместе, я могла часами его слушать. На самом деле ничего серьезного у этой пары не было, так как Милен младше французского комика на 20 с лишним лет, а с пожилыми мужчинами она никогда не сближалась. На Каннском кинофестивале вместе с немецким актером Куртом Юргенсом Диманжо побывала в гостях у знаменитого писателя Жоржа Сименона, у которого на Средиземноморском побережье была вилла. Посиделки затянулись допоздна. Хозяин дома предложил мне остаться у них на ночь. Но Курт предупредил меня, чтобы я этого не делала. Не успеешь и глазом моргнуть, как окажешься в постели с Жоржем и его женой. Когда у Милен порвалась бретелька на платье, Сименон пророчески произнес, есть примета, если такое случается с девушкой под крышей дома, то она вернется туда замужней женщиной. Он оказался прав. Через некоторое время случилось важное событие в личной жизни актрисы. Во время съемок мюзикла «Ищите кумира» она встретила старшего сына писателя. Марк Сименон был продюсером и режиссером. До 1990 года пара жила вместе, официально не оформив свои отношения. Актриса, ради любимого мужчины, прекратила сниматься в кино. Появилось двое приемных детей у Милен Диманжо и Марка Сименона. В 70-х годах издание «Франца» Сойр пригласила актрису на фотосъемки, которые проходили в зоопарке рядом с замком Туари, расположенном рядом с Парижем. Милен должна была позировать с новорожденными львятами, одного из которых хозяин зоопарка хотел подарить актрисе, но она отказалась. Муж Милен Диманжо попросил ее вернуться в Туари и привезти домой львенка. Позже они узнали, что это самка. Подросшая львица во время игры с Марком укусила его, после чего супруги отвезли животное в зоопарк. Милен очень любила своего мужа. «Мы были счастливы, неразлучны. Я помогала супругу во всех начинаниях, он ставил фильмы, писал сценарии». В 1990 году в личной жизни Диманжо случилось важное событие. Она стала официальной женой Марка. Через 9 лет он случайно упал на лестнице, сильно ушибся и умер. Пережить трагедию актрисе помогла работа в театре. Позже из книги «Ловушка», которую она написала в соавторстве с доктором Изабель Соколов, поклонникам актрисы стало известно, что муж Милен Диманжо страдал от алкоголизма. Диманжо снималась в украинском фильме «Женщина на ветру». После съемок коллеги угостили ее крепким самогоном. «Из всей съемочной группы лишь я выдержала удар местного национального напитка», наверное, сказались дедовские гены. В 2001 году Милен завершила работу над автобиографической повестью «Секреты выдвижных ящиков», в которой рассказала о своей жизни до 70-х годов. В последующих киномемуарах Диманжо продолжила знакомить читателей со своей биографией. Местом жительства актрисы является средиземноморский остров Паркероль, расположенный рядом с Тулоном. Иногда она посещает Париж. Французская актриса несколько раз была на грани жизни и смерти. Дважды она переболела раком, но ей удалось победить этот страшный диагноз. «Я привыкла сражаться до конца и никогда не сдаваться». В начале 2020 года Диманжо отправилась в Париж сниматься в картине «Эмдер». Съемки были прерваны сообщением о карантине. Милен отправилась в коммуну Шато-Гонтье, где находится ее ферма. Самочувствие актрисы было неважным. В ее теле началась ломота. Диманжо предполагала, что заразилась гриппом. Когда температура поднялась до 39, она набрала своего доктора. Он посоветовал вызвать скорую, которая приехала и забрала Милен в клинику соседнего Лаваля. Во время утреннего осмотра доктор сказал, что актриса находится в тяжелом состоянии и не решился давать оптимистичных прогнозов. В прессе поползли слухи, что Милен Диманжо умерла, но она не сдавалась. Мой час еще не пробил. Врачи думали, что я не протяну и недели. Меня нельзя было подключить к аппарату ИВЛ или вести в кому, боялись, что не выдержу. В итоге медики использовали для лечения актрисы инструкцию, которую разработал доктор Дидье Рауль. Согласно этому методу антибиотики и хлорин применяются одновременно. Милен стала выздоравливать, а после выписки из больницы даже грандиозно отметила свое 85-летие. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя, а также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.